ну что владимир здравствуй первый раз новом году поскольку последний раз мы с тобой встречались 31 декабря как новый год встреч так проведешь будем считать весь день 31 декабря за встречу то в этом году продолжим продолжим традицию еженедельных сводок конечно с надеждой что как можно скорее не станут не нужны но тем не менее показ фиксации реальности расскажи пожалуйста что за первую неделю нового 2024 года произошло все ли хорошо у россии что планируется в этом году и какие уже вещи привлекли твое внимание всех с новым годом ну как раз вот первая неделя она не очень богатая на события традиционно в россии такая январская спячка первый рабочий день восьмого числа и в общем никакой новой статистики не было но я обратил внимание честно говоря хотел об этом раньше поговорить на серию таких предновогодних интервью наших больших экономических начальников которые но они хвастаются что значит они преодолели все трудности и намечают вот некоторые контуры на будущее но ты знаешь что мы с тобой умеем во всех этих высказываниях вылавливать какие-то вещи которые периодически проскальзывают и дают реально понять вот как на самом деле обстоят дела я больше в связи всего обратил внимание на интервью в коммерсанте прямо перед новым годом первого вице-премьера андрея белоусова и кстати он не так часто высказывается но вот я бы рекомендовал именно за его словами всегда следить потому что это во первых уже много лет такой ну фактически я бы сказал главный экономист путина он много лет работал его помощником он его любимчик путин его слушает и белоусов как раз такой идеолог вот этого государственного интервенционизма сейчас мы значит придем с бюджетными деньгами указывающим перстом и вот куда мы ткнем там везде значит магически будут развиваться какие-то отрасли и так далее но он вот рассказывает собственно про их планы и что они хотят делать в плане там импортозамещения развития отраслей но вот он произнес ровно ту же самую фразу от которую мы слышим уже от многих чиновников вот наверное самый яркий был сергей собянин который говорил что страны востока ведут против нас экономическую войну белоусов так в чуть более мягкой форме признал что на рынках так называемых дружественных стран нашу продукцию никто не ждет ну и он там дальше развивает теорию что надо выходить на маркетплейсы какие-то хотя на мой взгляд главное это иметь конкурентоспособный товар все таки что-то это что-то это очень сильно напоминает какая-то вот была похожая страница как будто в истории россии тоже вот почему-то нахрен никому не нужны были товары кроме стран входящих непосредственно в эту страну да 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 точно точно я еще значит я вспомнил в этой связи как 80-е годы когда борис николаевич ельцин был первый секретарь московского горкома кпсс и продукты начали исчезать становилось нечего жрать у него вот была идея что надо строить рынки чтобы могли приезжать колхозники и напрямую продавать еду и тогда она появится но как бы дотумкать до темы о том что проблема вообще в дефиците еды да а не в том что колхозники не могут доехать и все она как-то туго вот давалась эта соображалка причем кстати знаешь союз это как будто ситуация была получше я не продукт не про продукты а про в целом товары да потому что ну туда не только на экспорт особенно ничего не отправишь потому что никому нахрен не нужно но и импорта особо не было ну то есть типа хотя бы внутри страны был спрос просто так что выбора не было здесь же все запланили китайцы которых правда неплохо подморозило если мы говорим про автомобили в минувшие морозы оказалось что у них мерзнет педаль газа довольно неожиданно вот смотри действительно здесь фактически вот пелаусов это делал такие сквозь зубы признает что у нас рассчитывали что вот эти западные санкции приведут к быстрому росту импортозамещения но с одной стороны импортозамещение получилось только китайскими товарами и они не дешевые то есть как мы выяснили что они вот мы сейчас про машины чуть позже поговорим они гораздо дороже чем западные как выяснилось и вторая история что обратка там не работает вот об этом в белоусовой в интервью и речь что на китайский рынок нас никто и даже и не собирается пускать но и там такой более грустный момент что и выйти то в общем нищим но в целом вообще вот если почитаете это интервью видно это такой гимн микроменеджменту а вот этому государственному интервенционизму только чиновники знают где чего можно делать это все только держится на бюджетных деньгах ну в общем короче говоря когда наступит полночь и в какой-то момент бюджетные деньги кончатся вот эта вся модель превратится в тыкву так что кому интересно почитайте совет читайте между строк вот это весь елей что мы там успешно все преодолели это можно так сразу отбросить да вот мы с майком здесь изложили основной смысл следующее было большое интервью набиулина и рбк но есть в ю тубе тоже у них на канале на видео но она не очень интересная потому что мне кажется что она пустилась со своей пресс-службой в такую вот серию отмазок ее все ругают сейчас за сверх жесткую денежную политику и нужно как такой пиар-офенсив да что объяснить что нет типа это не мы виноваты а жизнь такая как как наши менты любят объясняться да не мы такие а общество такое вот и так там вот это оттуда фраза что ставку нужно было повышать еще весной то есть вижу уже пошел какой-то срач и и там показывание пальцем друг друга кто виноват что мы до всего этого дошли но это все ладно там реально есть просто пара интересных штук она говорит что вот это возвращаемся к импортозамещению и развитию наших собственных производств она прямо говорит что у нас ключевая проблема это нету длинных денег в банковской системе мы брали длинные деньги на западе но из-за санкций мы больше делать этого не можем а китайцы нам естественно никаких кредитов и финансирования не дают и вот эта ключевая история почему говорили что у нас большая прибыль банков получилось по вот ушедшему году да но она говорит вот эта прибыль это единственное что у них есть для формирования капитала потому что другой подушки и доступа к международным финансовым рынкам у них нету это вот реально как бы достаточно тревожная такая ситуация то есть например привлеченные депозиты вот как когда они берут там вклады у населения и у корпорации до средняя длина это типа максимум полтора года на дольше просто не кладут ну кто-то кладет на три кто-то на на год кто-то на полгода но средняя длина вот привлеченных денег это полтора года то есть у банков просто нет длинных денег для того чтобы давать ты например строишь завод что-то производить тебе нужен кредитом на 5 лет на 10 лет до таких денег просто нету и вот это еще одна причина по которой а импортозамещение не заработает и ну и в целом вот набиулина говорит про эту прибыль банков что она конечно красиво на бумаге выглядит но она очень нужна для того чтобы хеджировать их от всяких разных кризисных явлений которые весьма вероятны она она на тему этой прибыли совсем не бьет в литавры она такая скорее говорит подождите вот сейчас будет хуже я нам вот это вот еще может понадобиться это в принципе единственное что у нас есть вот и третий кто много выступал это силуанов но вот он совсем ничего интересного не говорит он просто рассказывает как какое правительство замечательное но даже он вот в интервью известием признал что во первых у них сейчас ну понятно это не сенсации но этот интересное подтверждение услышать что у них ключевая цель бюджетной политики это финансировать войну и как он говорит этот бюджет победы и когда его спрашивают типа а что ради этого будут резать поддержку экономики но он так вот как уж на сковородке извивается но в общем ответ да то есть ради войны вот помнишь мы говорили откуда они возьмут деньги в этом году я думаю да вот я думаю что ключевой ответ здесь в том что будут резать прежде всего вот все остальное но лишь бы направить вот сколько запланировано как они заложили 11 триллионов рублей на военку да и это для них вот абсолютный приоритет то есть силуанов превратился в такого финансового прапорщика до который просто значит выписывает армии чек вот то есть такой вот обзор я слушаю но честно говоря даже вот если все они вообще изымут везде я все равно не верю в те числа которые они собираются вбухать в оборонку 2024 я я не вижу этих денег может я слепой может тупой а может и то и другое сразу но я просто не вижу откуда они их возьмут все правильно вот это очень интересный сериал который мы в этих наших еженедельных сводках будем наблюдать и вот здесь лучше всего высказался дерипаска про удар поп и облёт то есть как же тебе понравилось это его высказывание ни одной сводки не проходит без дела слушай а потому что ну сложно да я не смог так описать вот ситуацию значит как олег владимирович меткой высказался поэтому я думаю что эта фраза будет жить с нами долго ну то есть смотри короче вот обзор вот такой вот да что все держится только на бюджетных деньгах когда они кончатся это будет такой для этой системы очень большой момент истинные столкновения с реальностью риски большие а дружественные страны нам совсем не такие дружественные как об этом рассказывают по телевизору и продают нам все втридорого инвестировать у нас не хотят и на свои рынки не пускают хотя там очень много всякого словословия как мы преодолели санкции но вот набиулина говорит на эту тему прямо что не надо обольщаться здесь и слишком себя поздравлять потому что реалии могут оказаться более жестким но это вот так сказать обзор их полета мысли да по поскольку новый год не очень много новостей но есть некие новости по нефти вот кстати бюджета тут очень резко высказалась индийское правительство в начале года прямо обрушилась такими публичными нападками на российских поставщиков нефти что они что-то очень сильно начали задирать цены и мы будем если они будут так дорого нам давать ценник мы будем от российской нефти уходить и вот они сказали что в декабре закупки российской нефти индии были минимальными но вот мы ждем я думаю в начале недели будет инфа от минфина какая была средняя цена юрлс в декабре думаю что она сильно меньше и возможно мы где-то и увидим даже возможно в рамках прайс кэпа но а вот индия стала не просто по минимальной цене насколько я понимаю по минимальной вообще за весь прошедший год да 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 и индия стала главным на самом деле замещающим таким партнером для россии куда ушло большая часть вот европейского экспорта мы видим очень интересный такой момент что вот это эмбарго нефтяное европейское она сделала рынок российской экспортной нефти рынком покупателя то есть у покупателей появился очень жесткий дополнительный рычаг потому что они знают что русские не могут никуда еще продать нефть да и вот мы видим такой элемент прям назовем это своим словом шантаж да что значит типа если вот вы нам скидку не дадите какую мы хотим то мы будем а там желающие есть еще которые под санкциям ходят как ни парадоксально вот россия с ираном сотрудничает по военной сфере да и политической но конкурирует по нефту очень жестко очень жестко конкурирует на рынке нефту иран это главная страна которая бегает везде и говорит а мы можем еще дешевле чем русские а продать и смотри у них есть какое конкурентное преимущество что они эту всю нефть добывают прям в персидском заливе прям возле моря или в самом море прям сразу грузит на танкере то есть у них нет вот этого ужасного транспортного плеча что ее надо за три тысячи километров еще до новороссийской вести и потом еще месяц на танкере в индию вести вот поэтому у ирана плечо для того чтобы давать скидки гораздо лучше и вот видно что они с индии с китаем нас обыгрывают поэтому надо российской нефтью все-таки вот висит такое такие грозовые тучи что она не может выйти за какие-то там определенные пределы и будут на нее скидками давить вот еще такой интересный сюжет про красное море все-таки они хуситы перекрыли это дело то есть вот видно по трафику все все перенаправляют в обход через атлантику и через мыс доброй надежды это очень сильно то есть если красное море не не будет работать это прям сильно утяжеляет издержки для российских нефтеэкспортеров в целом как бы ну так вот транспортировщики оценивают что это плюс 7-10 дней и примерно 25-30 процентов роста транспортных издержек если поменять красное море и суэцкий канал на обход через атлантику ну то есть это дополнительно российские нефтяники будут терять там ну несколько долларов за баррель точно вот из-за этой ситуации и непонятно как и когда она разблокируется потому что хуситы контролирует там фактически весь северный йемен и могут пулять там сколько угодно вторгаться туда ну то есть это еще это еще хуже чем сектор газа в общем это может быть вот блокада красного моря может быть надолго вот если сейчас эта блокада не приводит к какому-то там невероятному высокому скачку цен то какие вообще факторы обеспечивают то что цена на нефть как-то вот последние несколько лет несмотря на ну невероятное количество мировых кризисов да не экономических а в целом мировых кризисов да и вот такое вот абсолютное шатание рынка туда-сюда почему они все равно относительно не то чтобы низкие да сложно их назвать низкими но скажем так сильно ниже ожиданий особенно российских ну замедление мирового роста все-таки еще раз вот здесь есть три точки основные да это америка еврозона и китай и видно что в китай просаживается в еврозоне рецессия все-таки но они не в состоянии ну тяжело им дался вот этот весь кризис и переход уход от российских энергоносителей то есть это не дешевое было мероприятие вот я слышал от европейцев оценки 600 миллиардов евро обошелся уход от российской нефти и газа то есть это не дешевый чек вот из-за этого они как там в лучшем случае в нуле да вот и штаты как бы на этом фоне получше выглядят и как-то дергаются но этого типа недостаточно то есть в целом ты видишь что происходило вот весь минувший год что постоянно пытались зажечь вот это ралли да и пойти к 100 баксом за баррель но это все разбивается о спрос из как будут перспектив спроса нет вот ровно из-за этой истории это первое и второе здесь работают вот те самые качели про которые много лет рассказываю что при ценах типа 80 в америке очень хорошо себя чувствует сланцевая добыча и она начинает закрывать собой всю ту нишу которую сокращает искусственно опек в опеке начинается срач вот мы видим что он уже как бы идет через какое-то время если ситуация прям сильно не улучшится то есть может быть что например резко улучшится ситуация в мировой экономике там пойдет спрос да тогда пойдут цены и да и опек помирится но если этого не произойдет одну скорее всего этого не произойдет то срач в опеке усилится в какой-то момент саудовская аравия хлопнет дверью и скажет пошли вы все к соответствующей матери я с вами прекращаю играть в эти игры и дальше вот но мы видели много раз как вот эта распечатка рынка происходит хлынут дополнительно объемы нефть по 30 там и сечен в панике значит и все такое вот это уже не раз происходило мы в принципе идем вот в какую-то вот в эту сторону потому что все эти явления усугубляются они сокращают добычу нефть не растет в америке наоборот добыча растет сильно перспективы спроса и мировой экономики не улучшаются срач в опеке интенсифицируется ну то есть вот эта дорожка по которой мы ходили уже много много раз давай еще про одну дорожку по которой любит ходить россия в последнее время это инфляция конечно вообще мне кажется это одна из главных тем честно говоря вот если мы говорим про российскую экономику потому что если многие другие темы это такое знаешь предвосхищение проблем близлежащих которые непонятно насколько насколько быстро наступит то есть 2022 мы тоже предполагали что все будет гораздо быстрее мне вообще кажется что оценки экономистов том числе над которыми сейчас принято несколько потрунивать они в общем-то и целом были верные просто они растянуты по времени да все произошло не настолько быстро но инфляция это то что даже официальные российские собственные ведомства да и путин говорил да он правда говорит что это нормально что инфляция стала 7 процентов но раньше он честно говоря был другого мнения и говорил про инфляцию там 6 7 процентов европе я рассказывал что это ужасно как много а вот когда это стало в россии почему-то это стало ужасно как мало но в любом случае инфляция то что реально существует это что там неофициально наверняка выше чем официально что что про нее мы можем сказать вот как бы начиная этот год и подытоживая предыдущий да ну вот во первых действительно это верно что это главная вещь которую могут каждый день заметить россияне наши граждане и вот сейчас как раз правильный момент с ними об этом говорить тем более особенно вот во время этих так называемых предвыборных спецмероприятий когда власти будут выходить к людям рассказывать как они много всего хорошего для них делают инфляция перестала перманентной то есть она вот не уйдет это иллюзия что центробанк какими-то ставками и и загонит там под плинтус нет вот это мы будем с этими ценовыми шоками на базовые товары сталкиваться все время иначе я вот сделал такой график это вот последние данные роста то на 25 декабря которые есть по разным товаром и вот видно что вот это как бы там есть те которые не очень сильно дорожали я удал за из от 10 процентов и выше но обрати внимание это вот все то что входит в повседневную корзину яйца куры и свинина рис там овощи капуста и помидоры кстати вот очень интересно что у нас было много шума из-за курицы и яиц но вдруг мы видим что почетное второе место в рейтинге заняли помидоры и цены выросли на 50 процентов в 2023 году это вот еще одна иллюстрация того насколько сильно мы зависим и от импорта самих томатов и в том числе от всяких импортных компонентов потому что например вот эти же все тепличные хозяйства они все сидят на самых разнообразных каких-то формах импорта и прочего от там семенного фонда до добрение семенной фонда техника чего только не вот и то есть как бы видно если посмотреть на этот график да но это не семь с половиной процентов это гораздо выше поэтому в целом вот вот это объясняет почему люди говорят что типа мы вот не чувствуем 7 процентной инфляции мы чувствуем что она гораздо выше потому что на огромный набор вот такого рода товаров мы видим что на десятки процентов растут цены это только по официальным данным ну то есть значит в реальности выше вот и в целом сейчас вот какие-то пошли новости про курятину но надо посмотреть на официальные данные что здесь есть потому что я вижу после нового года много таких вот репортажей из регионов что вообще исчезла курица ну то это значит ждите нового видка цен вполне вероятно меня знаешь что удивило привезли турецкие яйца значит и вообще не поменялась ситуация но то есть я не знаю может это может перспективе изменится но я видел уже несколько репортажей с российского причем вот вообще всем кто хочет увидеть не то чтобы правдивое но более менее приближенные крайне смотрите ультра региональное тв что значит ультра региональное это вот то которое пять человек смотрит которое значит на местных каналах транслируется вместо чего-то и которое ну вот не в федеральном эфире когда натурально приходят по магазам говорят вот турецкие яйца привезли они все так же 169 рублей 200 рублей то есть оказалось турецкие яйца не зашли прям сильно дешевле российских вот может быть это как-то изменит ситуация не знаю может если еще больше турецких яиц привезти еще больше азербайджанских по моему их тоже везут то может быть как-то поменять но пока эффект не дало а ты знаешь я не думал что даст эффект потому что здесь речь идет просто о нескольких партиях ну как это можно то есть яйца это товар реально массового спроса то есть там миллиарды штук нужны да вот и конечно это было больше такое психологическая отмазка со стороны димы патрушева вот не волнуйтесь успокойтесь перед новым годом мы везем вам турецкие яйца но конечно несколько партий тут вопрос не решаты мы здесь говорили цифры о том как сокращалось поголовье как резко сократился импорт инкубационного яйца да то есть по яйцам и курятине ситуация будет тяжелая в течение всего вот ближайшего времени вот и людям конечно надо объяснять что это все вот этот рост цен и соответственно и снижение их благосостояния и покупательных возможностей это все из войны но я думаю многие ты-то не закладывался а путин-то закладывался он-то обещал что все так сказать яйца будут вот пусть задают ему вопросы почему его реальность расходится с нашей действительностью вот и по ценам еще было вот свежая публикация в известиях которые ссылаются на экспертов прогнозирующих рост 20 40 процентов цен на иномарки в этом году и так в целом рост цен на автомобили очень существенный я бы сказал что ну типа там в полтора раза минимум они выросли с начала полномасштабного вторжения и прогнозируется что эта история дальше продолжится то есть и и сами эти машины дорогие и рубль продолжает ослабевать так и это все кстати говоря вот и по базовым потребительским товарам очень серьезный вклад именно внесло ослабление рубля из-за зависимости по импорту вот здесь мы возвращаемся к теме китая да что китай заполонил собой то есть типа 60 процентов продаж легковых автомобилей сейчас это китайские машины и мы видим что это совсем не дешевое удовольствие при том что но они как-то ездят конечно но потеря качества очевидная очень интересный еще момент вот сейчас автоэксперты начали говорить что мы ждали ждали бюджетных китайских машин потому что сейчас поступают только дорогие марки но видимо мы их не дождемся потому что при такой дорогой логистике дешевые машины нецелесообразно вести они будучи попав в салон в россии уже перестают быть дешевыми если вы не хотите продавать все это дело с убытка вот поэтому вот одно из основных таких крушений надежды с китайским рынком сейчас это то что ждали что они кроме премиальных марок дадут и дешевые автомобили но вот видимо не дадут и все эти надежды были напрасными я еще видел несколько публикаций опять же сложно понять насколько это массовая проблема но прям много про то что электроника на китайских машинах просто навернулась из-за холодов а ведь же ты знаешь вот все говорят холода 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 я помню ну типа в моем юношестве были типа морозы по 30 градусов ничего я даже в школу ходил вот а сейчас что-то как будто внезапно зимой сколько там минус 20 25 стало и все что-то встало повырубала котельные там пол подмосковья сидит без тепла жжет дрова я честно говоря не до конца понял вот как как это все произошло и почему зима в россии опять стала для всех неожиданностью по крайней мере для россиян собственно как раз у тебя хотел уточнить вот я не знаю у меня я просто может с памятью что-то но вот я читаю там новости последних дней как будто проблема с этими самыми котельными массовая то есть натурально уже воробьев губернатор поехал там какие-то котельные разбираться и обещают каждый день включить каждый день значит не работа типа что там подольск еще какое-то количество городов причем не только в подмосковье хотя казалось бы подмосковье супер богатый регион то есть не такой как москва но тоже утро богатый но не говоря уже про другие вообще регионы россии как будто проблема массовая и непонятно она вот как бы всегда такой была или это сейчас какая-то специфика ты как это оцениваешь слушай а всегда такая была и помнишь но были случаи как отрубался на аэропорт домодедово из ледяного дождя потому что там провисли вот эти электросети низкого напряжения это подмосковье это вообще очень тяжелая история потому что там огромная протяженность вот этих всех сетей и большое количество всех этих источников генерации котельных то есть это реально очень трудоемкая и финансово емко в обслуживании и здесь как раз прорывается то есть вот там в этой сфере традиционно в непрозрачные монополии контролируется нам людьми губернатора и какой-то мафии да там как раз огромная коррупция то есть все вот в принципе по бумаге деньги на все эти мероприятия по подготовке к зиме выделяются но они отчитываются что у нас там все хорошо прекрасная маркиза а вот просто пройти там проверить вот все эти сети и их состояние как работает то есть в принципе понимаешь как и там когда я регулировал все это дело там 20 лет назад у нас была такая присказка что в принципе такая теплотрасса подземного характера это клондайк такой потому что сколько угодно денег пилить на ней ты же не видишь что там да ты вроде по бумаге отчитался что ты заменил трубы на полиуретановые которые должны там сколько там 20 30 лет без без замены да а что ты там на самом деле заменил это не видно и вот я помню у нас в ясенево там каждый год разрывали прям одни и те же участки теплотрассы каждый год хотя они сто лет отчитывались уже что мы все поменяли на полиуретановые трубы которые не изнашиваются которые много лет не надо менять да но что там на самом деле знаешь это как вот есть такая еще еще более более клондайковая тема это дно углубительные работы да помнишь когда крымский мост обстроили все то есть там вообще это же не видно никто не может как бы проверить да вы вроде вроде углубили а тут вот черт возьми и сам опять ил нанесло но мы же ничего не можем здесь делать вот поэтому здесь вот эта история с теплотрассами то есть теплотрассы прорывают из-за коррупции деньги на это все есть да отдельно отдельно мне доставило что значит в момент когда это все происходило значит в подмосковье проходила конференция которая называлась энергетическая коммунальная инфраструктура подмосковья достижения задачи и перспективы вот там значит и воробьев был и все остальные ну вот в общем пока там значит люди замерзали люди собирались на конференции достижения обсуждать вот я тебе могу за эти могу так сказать что вот еще 25 лет назад во всех правительственных документах стояла задача поменять например материалы из которых изготавливаются вот эти трубы на современные прочные неизнашиваемые да было четверть века огромное количество день деньги на это все выделялись это не то что вот их там не хватает да это просто воровство то есть если бы вот они выполнили вот эти все планы а эти материалы ты же видишь вот например в европе да тоже морозы там все вот например теплотрассы из этих материалов и и ничего здесь ничего не рвется вот эти европейские города там без тепла не сидят вот если бы они просто выполнили а все что 25 лет назад в этих документах было записано положили нормальные полиуретановые трубы да ничего бы не рвалось и соответственно во первых деньги на это есть во вторых и хочу напомнить еще раз нашим уважаемым зрителям да что вы можете вот увидеть то одну новость то вторую что включили в тариф там 30 миллиардов рублей значит на субсидирование тарифов в донецкой и луганской и херсонской и запорожской области заплатят жители центра россии вот это те самые жители центра россии которые сейчас мерзнут но они платят 30 миллиардов на содержание вот этой всей инфраструктуры на оккупированных территориях да тоже вот еще один момент вот потому что деньги то есть но вот вопрос кто ими управляет и как это все расходуется по приоритете да но ты знаешь вот ты еще говоришь деньги есть но скоро то может и не быть в том смысле что вот это вот все это грешит регулярная проблема это все было при условии что параллельно не было войны не было гигантских трат на оборонку да что будет дальше ну даже сложно подумать так как ты сказал в начале все урезается отовсюду вынимается то есть даже ну как пилеж в россии устроен как я себе представляю да берутся деньги на части ну раньше как раньше там не знаю два три процента было в откат остальное в дело говорят что привод там путинский уже до 20 там если 20 процентов останется не на откат а на то чтобы сделать дело уже хорошо уже большая победа уже большие показатели но вот теперь и этих 20 не будет но то есть все ты про ты прав что война здесь вносит в важнейший вклад да но кроме этого я хочу сказать вот я ответственно говорю как вот бывший регулятор тарифов что тарифы сейчас такие что денег там хватает на все но это самая коррупционкая сфера да просто для начала ты помнишь такого персонажа барсуков кумарин да который сидит сейчас в тюрьме это вот глава тамбовской группировки в питере с которым значит путин дружил свои ранние годы а потом посадил его в тюрьму так вот он например неформально контролировал так называемый гпт в питере это вот как раз городское предприятие петербургская которая контролировала всю систему теплоснабжения потому что теплоснабжение это не про котельные трубы а это про огромный вот этот откатный пирог который там везде сидит и посмотрите на любой район и на ту же рожу воробьевые подмосковье откуда они берут основную массу своих вот этих коррупционных доходов прежде всего из коммунального хозяйства и в коммунальном хозяйстве там половина денег это тепло ну то есть вот вот наворовали вот сейчас в итоге без тепла подмосковье сидит и это не первый год такая история это вот реально каждый раз когда холода да я ни в коем случае не отрицаю масштаб коррупции степенью разрушительности просто добавляю что теперь кормовая база будет ниже соответственно ну вот для этих целей соответственно обслуживание станет еще ниже ну и под конец давай как раз про военку поговорим собственно 2023 год характеризовался большим усилением военно-промышленного комплекса большим количеством буханных денег не те объемы которые российская власть рисует действительно удается производить но мы видим да что многое вбухивалось и много производилось и на 2024 год были тоже большие планы что с ней происходило с оборонкой под конец года и какие тенденции ты мог отметить сейчас вот смотри я обратил внимание на очень интересный момент который был зарыт там где то в глубине отчета роста то который вышел в конце декабря что все предыдущие месяцы мы видели очень серьезный рост производства в секторах где прячется вот эти как раз все военные вещи например вот важнейший показатель это так называемые готовые металлические изделия куда входят оружие и боеприпасы и мы видели что там большую часть месяцев предыдущего года там рост в годовом выражении был типа 30 40 процентов и вдруг в ноябре этот показатель упал до 8 процентов всего-навсего не знаю вот пока рано делать как бы далеко идущие выводы но это просто супер интересный момент на который надо обратить внимание вот будем ждать данных по декабрю и январю там и так далее возможно я вообще ждал этого момента это просто логически должно произойти российская вот эта военная промышленность вышла на какое-то плато то есть она достигла предела наращивания производственных возможностей и в принципе я знаю что так должно произойти потому что для того чтобы дальше вот наращивать выпуск им нужно инвестировать создавать новые линии там закупать и устанавливать оборудование у них таких возможностей нет они максимально вот пытаются выжить из тех производственных линий которые у них есть сегодня и в принципе я вот ожидал какого-то такого момента выхода на плато если это произойдет но это откровенно хорошая новость то есть это значит что вот мы говорим что у запада нет возможностей наращивать производство оружия и боеприпасов но у запада есть возможности инвестировать в это дело и нарастить это производство в горизонте нескольких лет да да то есть у них нет возможности быстро нарастить да да а вот у россии действительно потому что ты знаешь ты видел все эти истории что по-прежнему станки везут из германии каким-то таким вот хитрозадым способом там через турцию или центральную азию у россии в целом возможности вот резко нарастить оборонное производство помимо выжимания всего из существующих линий нету то есть новые линии они строить не смогут оборудование нет она ниоткуда не придет и вот я в принципе ждал что вот это военное производство оно бурно очень росло в двадцать втором двадцать третьем годах если она вышла на какие-то пределы возможностей это в принципе хорошая такая новость потому что она говорит нам что а вот здесь появляется у запада потенциальное новое преимущество потому что у них и при желании и инвестирование да у них нет ограничений нарастить производство оружия и боеприпасов да то есть они делают медленно но без ущерба для там собственной экономики и всего остального россия быстро на верхнем пределом да да вот очень интересно это не факт еще что мы этого верхнего предела достигли и такие вот помесячные колебания бывали это видно тоже и на графике но такой момент вот выхода на плато должен рано или поздно произойти и вот возможно мы видим ранее признаки этого дела замедление роста в военном производстве это было бы очень хорошей новостью на мой взгляд одна из лучших новостей вот в первые дни наступившего года будем надеяться что это станет таким хорошим здоровым трендом а может и падение пойдет там а если еще и запад перестанет поставлять россии все необходимое то совсем станет не то чтобы совсем хорошо все-таки война идет да но будет существенные изменения особенно вкупе с я надеюсь скорейшим решением вопросов по поддержке украины в америке и в евросоюзе ну что тогда до встречи через неделю спасибо тебе большое увидимся всего доброго пока увидимся всем пока и